Слово предоставляется следующему докладчику Ксении Сергазина и романах Дмитрия Гусиха, Московская община представителя. Мы вернемся сейчас опять в XVIII век, и в центре моего доклада Московская община первой половины XVIII века основан он на документах 2-й следственной комиссии Раскольников, хранящихся Фрагадов, и в основном на большом деле у княжния Тарихованская, посещение ей в подмосковной Богословской пустыне в 1745 году. Чем оно интересно? Мне кажется, что интересно тем, что можно рассмотреть целиком всю большую общину крестоверов 40-го года, что я попробую сделать. В частности, в этом деле мы видим адреса, по которым собирались пойманные в 1940-е годы в Москве крестоверы. Известно несколько домов. Дом за Яузой в переходе церкви Семена Столпника. Это церковь возле иностранки, классическая она сохранилась. Сейчас ее перестраиваем к казакову. В общем, ее видно очень хорошо, если проезжать Таганки в сторону Китай-города. Этот дом, скорее всего, он принадлежал либо Сергею Осипову, либо Ивану Дмитриеву. Они были где-то рядом, эти дома. Вот одному из них. И известно, что сюда же приходил учитель Голубцов, который проповедовал о Святом Духе. Второй дом, который упоминается в деле, это дом Андреяна Петрова у Сухаревой башни, где потом, впоследствии, сидела вторая следственная комиссия о Раскольниках. Они пишут, что дом был довольно ветхий, поэтому комиссия довольно быстро оттуда съехала. Можно представить себе. Упоминается также келье монахини Ефросини в Барфановском монастыре. И интересно само упоминание этого монастыря, потому что мы знаем, что именно там он похоронен Алексей Трофимов, один из ранних учителей Христовщины. Он был братом Натальской Анастасии Карповой. И в этом же монастыре было две кельи, которые построил, вероятно, Адриан Петров, и там жили монахини или послушницы, которые посещали холстовские собрания. Мне кажется, что это позволяет говорить о том, что, вероятно, община 40-го года, связанная с Адрианом Петровым и Христовским монастырем, как-то может быть связана с общиной 30-х годов Анастасии Карповой, то есть с Ивановским монастырем. Мы можем примерно понять, кто входил в эту московскую общину, с которой познакомилась княжната Орехованская. Но вопрос стоит такой, как называть эту общину? Можем ли мы говорить о общине Андреяна Петрова или общине Сергея Иосифова? Потому что мы знаем, что Сергей Иосифов там пророчествовал, но и принимал согласие в своем доме. А Андреяна Петрова вроде бы не пророчествовал, но, скорее всего, Дарья Хованская познакомилась с холстами именно через него. В своем расспросе, в частности, она указывает, что неоднократно приезжала к нему для подачи милостыни, и он многожидо приходил к ней домой. При этом она говорит, что он все время молчал, она даже не подозревала, что он умеет говорить, то есть действительно считала его немым. В то же время в деле сохранился расспрос Андреяна Петрова, который уже после пытки рассказывал о том, когда к нему впервые попала Дарья Хованская. Говорит, что это было зимой 1744 года, и что он ее учил. А потом, якобы, она стала ходить вместе с Иваном Белым в собрание крестоверов Ивановский монастырь, то есть вообще у нас, кстати, кармировали, что что-то от нее осталось, и к старице Ксенофонте Иванове, там, в Ивановском монастыре. А потом на собрание Сергея Осипова, которые проходили в доме Ивана Дмитриева, ну, или у него самого. То есть мы видим, что Андреян Петров указывает здесь, по крайней мере, три разделения общины, что ли. Называет свою общину, общину Ивановского монастыря и общину Сергея Осипова. Вот что говорится в деле. Герод Андреян Петров перед присутствующим показал испытки и утвердился. В приезде к нему Андреяну в 744 году зимним временем по осени в дом для обучения противному злодеянию, которому он обучал, от которого она, княжна Дарья Хованская, отстав возымела сообщество с согласником Иваном Белым, который жил в доме Андреянова, в приворотной избе, и к которой ее княжну тому злодеянию обучал и привез на сборище Вигорьевский монастырь к сестре своей старецки синахонте Ивановой, таясь от него. И по привидении Белый спустя полгода обытие ей княжной на том сборище сказал ему Андреяну, за что он, Андреян, на Белого сердился. Здесь мы видим, что все-таки он считал, что ему разные какие-то общины. И со двора его сослал. И от того, где Белого княжну отманил серебряник Алексей Никифоров, Сергея Осипова на сборище, когда жил у Федора Степанова в доме, который находился близ Ивана Дмитриева. И она к ней ждала, при езде к нему Сергею, за ценотое двора оставляла коляску Ивана Черного, он же Иголка. И от Оновой Иголки двор находился близ тех же дворов Федора Степанова и Ивана Дмитриева. То есть мы здесь видим некоторое разделение общины с одной стороны, с другой стороны все это было где-то территориально недалеко. Есть описание и распороса Сергея Осипова, который вот что говорит о княжнех Аванской, что она княжна с людьми была с ним на сборище, а именно в доме купца Ивана Дмитриева на первом, после прежнего следствия, спустя два года, в осеннее время, то есть первое следствие тут, наверное, имеется в виду первая комиссия раскольников, мы считаем, что закончилось в 1939-м, то есть где-то начало 1940-х годов. На втором, а сколько спустя не показано, воскресный день в верхнем того Дмитриева мало светлится. На третьем, после праздника Рождества, а в который день не помнят, у него Осипова во дворе Федора Степанова и на четвертом, 1 августа 1743 года, Богословской пустыни, это нынешний нагинский район в Подмосковье, на которых сборщик действия было такое, молились образом и, сидя по лавкам, пели стихи «Дай к нам Господи» и трястлись и вертелись вертелась у Дмитриева девка Софья Филиппова, а у него Осипова, он Осипов, и говорили «Верьте мне с истинную», а раздачи хлеба и воды не было, а в Богословской пустыне хлеб раздавал, трясся и вертелся, и говорил «Верьте мне с истинную» Кирилл Алексеев, и потом вертелись все в кругу, в корабле тот монах не жна, в том сборище было малое время, и до той раздачи хлеба вышло вон, а бывшие с ней люди остались Мы знаем также, что собрание в Богословской пустыне руководил Романаг Бетрибусев и он был связан с общиной Андреяна Петрова, потому что активно участвовал в ритуале, упоминается в деле, что он читал Евангелие, приводил к Христу новых согласников в доме Андреяна Петрова мы знаем, что с ним здоровались его знали по имени он сидел во главе собрания он пишет, что старше сидел, почему? А выше и знаем также, что он проповедовал учения Христовщины на рынке бывал на собраниях в Арсеновском монастыре где Андреяна Петров имел две кельи и на этом собрании присутствовало около 15 монахиней включая именю Иринарку мне кажется, что, наверное, мы можем несмотря на то разделение, которое Андреяна Петров предлагает все-таки считать этих людей условно одной большой общиной и в таком случае в ней оказывается около 30 человек в том числе сам Андреяна Петров и Романаг Бетрибусев слепой Иван Щетинский, его жена Сергей Иосифов и брат его Демидрия Иосифов оба пророки купец Иван Савельев Иван Дмитриев кошмачный капитан Тихон Смрыгин которого как раз Дмитрий Гусев приводит в Христовщину Иван Иванович Белый игуме Елинарха и еще 15 монахинь того же монастыря которые жили в келье Андреяна Петрова пророчица Елена Тимофеевна именно во будущее монахинь Елизавета также упоминается здесь про свиряква Варлаам Шишков о котором уже мы упоминали сегодня учитель голубцов тхать шелковой фабрики Игнатия Шеремана который проповедовал о святом духе и сама Хованская видимо один из главных спонсоров этой общины поэтому собственно может быть и было и споры кому она будет ходить богослужение этой общины описано в расспросе монаха Дмитрия Гусева я позволю себе сейчас довольно пространную цитату пожалею что не вынесло ее на экран так или иначе вот он пишет ныне тому года с два после богоявления дня вскоре а в который день подлинно не упомнят на том сборище в прихожей его Андреяна Петрова большой светлицы было мужское и женское полу человек с пятнадцать а именно Иван Дмитриев Сергей Дмитриев Осипов купец Иван Савельев в архановском монастыре старец Афросинья из того же монастыря Белец девки человек с шесть а как их зовут не знает и он и Андреян взяв с собой в другую светелку а в той светелке имелись еще пять человек которых он и Андреян ему в то время сказывал что живут у него и желают веру принять а именно основной капитан Тикан Смурыгин малолетний Максим Васильев он был кстати внук монахини Афросини слепой Иван Щитинский жена его Фатинья девка Ивана Тимофеева и он и Андреян взяв со стены медный четвергонечный крест с ним Данилу и общие приводили их чтобы им в вере быть непревратными вина и пива не пить на крестинные свадьбы не ходить плоского соития и женатом не иметь и креститься двуперстным сложением и при том в приводе к кресту держал он Данилу в руках данную Андреяном книгу Новый Завет по которой он Данилу объявлял им что у них дело будет все по Божественному Писанию и читал он Данилу послание 100 апостола Павла к Коринфянам из Деяния святых апостолов Зачалла Третья из Евангелия Стаяна Богослова и то все читал он чтобы они были в вере тверды и приложились и вошли все в Большую Светлицу впрочем в том собрании людям имеющимся между которыми были Старец Афросиня купец Иван Савельев а про сверка в Орлаам не было в 10 рядах у них водится сели по лавкам он Данилу выше всех и сперва спели стих дать нам Господи и прочие того стихоречи а потом некоторые люди а кто именно он не помнит вертелись и тряслись а значенная Старец Афросиня не дождавшись окончания поехал в свой монастырь на Андреяновой лошади а после ее остались все и только что попеременно вертелись и после ее было чинено часа с 3 а более никакого действия не было помолять Богу все разошлись из его Андреяново дома началось то действие перед вечерними и окончилось часу в другом ночи то есть наверное часа 3-4 и больше они провели в этой молитвной практике мы здесь видим известные моменты религиозной практики хрисоверов привод к кресту или присягу пробовать молитвы пение духовных стихов пророчеств и экстатическую практику мы видим что служение было довольно длинное есть также описание еще одно в том же допросе более пространное он пишет второе собрание было того же году перед масляной или на масляной неделе о которой день не помнит и приехав он Данила к нему Андреяну волон и его дом поутру так вошел он в большую светлицу действие уже производится и был на том сборище мужское и женское поло человек с 26 в том числе Сергей Осипов вертится по солнцу и бывший на том сборище его все поздравляли отец строитель здравствуй и он где Данила на то сказала Бог в помощь а просверяк в Ирлаам и старец Афросини Иван Савельев на том сборище не были и сел он Данила выше всех и слышал он Данила что он и Сергей верчение и говорил а что ли говорил как пророчествовал и кому того он Данила не упомнит только где вертелся он часа с полтора и в то время кому что пророчествовал те вставшие ему лысков за пророчество перекрестять кланились в ноги а кому ничего не пророчествовал те не кланились а потом вставшись в лапки брат его Дмитрий говорил что на него истинно дух святой пришел и не сам собой встал а стал вертеться сейчас по солнцу и пророчествовать так, как и брат его Сергей. А что пророчествовало, кому, того Данила не упомнит. То к моему брату его, то к кому пророчествовало, те люди кланились, перекрестясь в ноги, и потом все вставшие славу, и помолясь образом по три поклонных землю, кланились друг к другу в ноги, не перекрестясь, а перекрестясь только кланились своим учителям Сергею Дмитрию Осиповым. И то действие продолжалось часа с два за полный, и потом он, Андреян, всех бывших на том сборище людей, просил помотанием головы и руками, то есть не словами, а жестами, чтобы у него в доме обедали. По той, где его прорили, все у него, Андрея, наобедали, и ели рыбное и прочее постное кушание, для того, что у них и в скоромные дни, когда сборище бывает, едят только постное. Только мы рыбу жарим на коровьем масле, для того, что при тех собраниях у людей, которые сборище собирают, мясо не готовят. И учителя утверждают, что мясо тогда не есть. И здесь мы видим не только описание религиозной практики Московской холостовщины 40-х годов, но и некоторые элементы учения. Например, зарождающиеся потническую традицию запрет на мясо. Причем запрет еще не строгий. Мы видим, что мясо не подойдет только в тех домах, где проходят собрания. И, например, в Богословском пустыне, куда мясо привезла с собой княгиня Хованская вместе с поваром, все, кроме нее и романаха Дмитрия Гусева, это мясо ели. Поэтому мы видим, что есть еще вариации. И кроме традиционных холостовских запретов на блуты и спиртное, мы видим упоминание как желательного двоеперстия. И, кроме того, здесь есть уже учение Святом Духе. Вот, например, еще в одной цитате романах Дмитрий Гусев говорит «Бывших на бакопротивных сборищах в круг верчения называл крещением от Духа Святого и поставлял свыше сроковного крещения лжиучителя-согласника воткать Голубцов, тот самый, который на шелкном мунифактуре Шеремана работал. Потому что Голубцов, вертясь в том бакопротивном сборище часа по два, говаривал ему и прочим, что якобы в нем действует Дух Святой. По ним же просто человеку, где жалеет действия Святого Духа не было никакого, верчения чинить не можно. И в то время в нем по велику действует Дух Святой, он Данилу, по словам того Голубцов, поставлял также, что верчение он и Голубцов чинит подлинно от нашествия Святого Духа, а не собою». Это был важный элемент учения. Интересно, что в источниках он тоже фиксируется. Интересно также, что... Такой параллель мне хочется привести с расспросом из первой комиссии раскольников, где тоже говорится о схождении Святого Духа и о верчении. Там любопытный фрагмент, связанный с тем, что вертелись в круг, как жерновой камень. Вот как здесь говорится. «В тот же день у вкладчицы Марфы, все обедали, и после обеда, по повелению Трофимову ночью, планили земные поклоны. И он же Трофимов говорил, чтобы они молились Богу, дабы сошла на них благодать Божья. А на кого благодать снедит, тот и трясется в круг, как жерновой камень. И как он где будет поворачиваться, будет говорить то, что благодать Божья повелит. А понеже и в прежних веках святые отцы так же творили». Мне кажется, что такие интересные моменты, которые нужно обратить внимание. Последнее, на что мне хочется обратить внимание, и чем я закончу, это тема запрета на спиртное. Мне кажется, что запрет на спиртное может быть связан с размышлениями хрестоверов о новозаветном тексте, посвященном Пятидесятнице, схождении Святого Духа на апостолов. Это был один из фрагментов из «Деяния апостолов», который Дмитрий Гусев читал как раз во время привода к вере. И этот известный всем текст заканчивается такими словами. «И нынешний ругающийся, глаголовку якобином исполнена суть». Мы помним, что в «Деянии» говорится о том, что апостолов, которые говорили на разных языках, многие обвиняли в том, что они пьяны, и поэтому несут околесицу. И, может быть, думаю я, может быть, хрестоверы как раз поэтому решили совсем не пить спиртного, чтобы такого соблазна, такого обвинения, такого умоления Святого Духа не было. Поэтому я, наверное, и закончу. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, ваши вопросы. В том же деле упоминается Иван Шишков. Дальше. Когда он при попытке бегства с места следствия, напившись, так и не смог сбежать, потому что, видимо, запрет был не больно строгий. Ну, запрет всегда нарушается. Вот Андрей Николаевич говорил о том, что за цветорождение 1-2 года отлучали. Там, видимо, тоже были какие-то... Вообще интересный момент такой. Как вы думаете, связь общинных хрестоверов и с какими-то течениями старообрядчества? Мотив такой, что постоянно упоминается двуеперстный крест. Но я думаю, что здесь нужно вспоминать монографию Лаврова о том, что в то время просто еще не было четкого разделения, потому что фактически беспаковцы формируют за примерно то же самое время, что и в Востокщине. И тут говорить о преемственности все-таки, наверное, нельзя. Скорее, это просто традиционность некоторая. Консерватизм, я бы сказал. Что могло связывать этих разных социальному положению людей? Там есть и купцы, и аристократия, и глуховенцев, кого только нет. Что их всех связывало? Разные люди. Мне нравится в артемировании народной религии. Мне как раз кажется, что это была попытка объединиться на каких-то иных основаниях, чем официальная церковь. Главное, направились в мотив, какой у них? Я думаю, что это связано с Петровской реформой, которая запрещала разные проявления народного благочестия, в том числе читание юродивых, например. А для этой культуры это было важно. Поэтому они собираются вместе для того, чтобы сохранить свои прежние вероятности. С одной стороны, а с другой стороны, аскетика, конечно. Потому что там монаши святого времени не отвечали строгим требованиям к трестовщим. Они предлагали ужесточить эти аскетические требования, которые и монаши что предлагали. Мне кажется, что так. Ну и что связано с пророчествами тоже. Нужно какая-то попытка, какой-то леготимации. Жалко, они не заполнили пророчество. О чем они там говорили, интересно? Ну, Александр Александрович предполагает. Некоторые есть версии, о чем говорили. Можно я сейчас вопрос задам? У меня был гораздо более частный вопрос. Как Вы все-таки думаете, что с жерном? То есть, что тут медленное движение, асимметричное движение? Почему жерном-то возникает? Я думаю, наоборот, может быть быстрое движение. Жерном же не очень медленно. Не знаю, колесо быстрее, мне кажется, во время лесты, чем жерном. Еще вопрос, какой жерном, какой мельницы, водяной или ручной. Ну, вот было бы интересно, но может быть быстрее. Но я подумала, что скорее вокруг своей оси имеется в виду вот такое движение. Ну да, умного что-то медленно. Почему именно это? Ну да, тут нужно видеть, конечно. Мне сам образ очень понравился, хотелось бы как-то вынести на общее обсуждение. Ну, это красиво. Друзья, еще вопросы? Есть вопросов нет? Большое спасибо.